Продолжение следует... Спасибо за внимание. Основными лекторами данного занятия сегодня будут сотрудники-специалисты Центра информ. Сейчас слово предоставляю докладчику, сотрудник московского филиала Центра информ Андрееву Сергею Николаевичу. Продолжение следует... Основное назначение электронной цифровой подписи – это обеспечение юридически значимого документа оборота между пользователями системы маркировки. Сертификат электронной подписи также может быть использован для идентификации пользователя в системе и для подтверждения юридически значимых действий в системе. В ИС-маркировке может быть использована только усиленная квалифицированная подпись. На данном этапе я хочу акцентировать внимание на видах электронных подписей, которые вообще существуют. Отношения в области использования электронных подписей регулируются 63-м федеральным законом. Подписи могут быть простые электронные подписи, усиленные неквалифицированные и усиленные квалифицированные электронные подписи. Вот именно усиленная квалифицированная электронная подпись является той подписью, которая используется в предоставлении государственных услуг. То есть в удостоверяющих центрах, когда будете приобретать подписи на вопрос, какая нужна подпись, именно усиленная квалифицированная электронная подпись. Хочу обратить внимание на состав электронной подписи, которая будет вам выдана. Состав квалифицированной подписи регулируется приказом ФСБ номер 795. В соответствии с требованиями совокупности полей сертификата, обязательными элементами являются фамилия, имя и отчество, если есть. ННН владельцы сертификата физического лица, либо ННН юридического лица. В нашем случае, так как мы предоставляем ВИС-маркировка сведения от юридических лиц, в составе КЭП в поле ННН должно быть указано именно ННН организации. Особое внимание обращаем на момент, что при регистрации в личном кабинете ЕС-маркировка должна производиться с использованием КЭП-директора. То есть, когда вы будете входить в систему по электронной цифровой подписи, система будет производить проверку ФИО, фамилии, имя и отчество и ННН указанных в КЭП на соответствии с данными ЕГРЮ. Вот это очень важный момент. Мы рекомендуем обязательно сверить те данные, которые есть в ЕГРЮ и те данные, которые вы будете предоставлять в заявление в удостоверяющий центр на выпуск КЭП. Если эти данные не будут соответствовать друг другу, то, соответственно, регистрация будет невозможна. В дальнейшем в ЕС-маркировке предусмотрена возможность дальнейшего делегирования прав на выполнение различных операций в системе. Для выполнения этих функций сотрудник должен иметь КЭП, содержащий свое ФИО и ННН, опять же, организации. Делегирование прав осуществляется руководителем организации. То есть, когда производится регистрация организации в системе, дальше возможен функционал, когда привязываются электронно-цифровые подписи других сотрудников и делегируются им те или иные права. Об этом позже будет рассказано более подробно. Усиленные электронно-цифровые подписи могут быть выданы удостоверяющими центрами, прошедших аккредитацию Минкомсвязи. На слайде размещена ссылка, по которой размещен список удостоверяющих центров, которые имеют такую аккредитацию. Для получения квалифицированной подписи в удостоверяющем центре необходимо будет оформить заявку на получение КЭП. В некоторой форме предоставления этой заявки зависит от выбранного вам удостоверяющего центра. В основном это предоставляется удаленно на сайтах удостоверяющих центров. Оплачивается счет после подтверждения заявки. Далее необходимо собрать в комплект документов, который необходим для выдачи электронной подписи. Этот комплект документов также рекомендирован законодательством и изменен в УЦ и не может быть. В зависимости от функционала УЦ он может меняться, потому что какие-то документы удостоверяющие центры могут получать посредством электронного взаимодействия. Далее вы получаете сертификат электронной подписи физически. Для работы квалифицированной электронной подписи необходимо программное обеспечение, которое непосредственно выполняет функции криптографических функций. В основном это несколько программного обеспечения, например, таких как CryptoPro. Кэп выдается на электронных ключах. Их имеется множество. Модели ключей должны быть сертифицированы в стек или ФСБ. Эту информацию тоже можно получить в удостоверяющих центрах. Например, наиболее часто используемые ключи и токенру токенру. В заключение доклада я хотел бы акцентировать внимание, что на базе московского филиала имеется служба технической поддержки. По вопросам структуры КЭП и порядка получения можете обращаться в филиал. Также есть развернутый удостоверяющий центр, соответствующий всем требованиям для выдачи усиленной перифицированной подписи. Спасибо за внимание. Дорогие, уважаемые коллеги, Сергей Николаевич, спасибо за Ваше выступление. Участникам семинара хотел бы обратить внимание, что подробная информация, алгоритмы получения электронной подписи находятся на сайте Федеральной налоговой службы России. Можно посмотреть там. И, как сказали, вы используете те контакты, координаты для получения информации только сейчас докладчик. Очередное выступление. Докладчик управления федеральных проектов Центра информ Вербицкая Валерия Игоревна планирует рассказать о регистрации в личном кабинете информационной системы, маркировка порядка подачи заявки и регистрации, ну и, соответственно, содержание самой заявки и порядка ее рассмотрения. И по итогам рассмотрения, какие бывают основания для отказа. Уважаемая Валерия Игоревна, представляю вам слово. Коллеги, вы у меня слышите? Хорошо, да? Тогда приступим. План прегистрации. Мы планируем рассказать о общих предыдух, о регистрации участников эксперимента, о регистрации Российской Федерации, о регистрации иностранных держателей ОРУ и об отказе от регистрации. Итак, общие вещи, все субборкировки соответствуют свои, то есть это Россия для регистрации необходимо оформлять на руководителя организации. Это то, о чем говорил предыдущий наркоподиск. и регистрация остается на заявке. Итак, расскажем подробно, как осуществляется регистрация президента Российской Федерации и представителей иностранных держателей ОРУ. Сначала необходимо пройти на портал налог.ру и нажать гиперссылку регистрация и в новой открывшейся веб-форме выбрать раздел маркировки, то есть нужны ли вам механ, ли вы лекарственные препараты. В данном случае мы выбираем препараты. Второй шаг. На втором штаге нам будет необходимо провести дополнительные проверки, связанные с тем, что у нас есть сертификал УКЭП. Для этого вам необходимо будет протестировать сертификаты ключей, проверить электронные подписи, выполнить определенный вид настройок. Для осуществления настройки необходимо нажать на кнопку «Начать проверку». Далее. В случае, если у нас есть какие-то несоответствия, допустим, нам будет выведено соответствие сообщения и будет указано, в чем у нас заключается проблема. После того, как те неполадки будут приняты, будет сообщение оба, то есть все галочки будут поделены. Галочки переведут на форму заполнения реквизитов заявки, на регистрацию. Далее нам необходимо будет заполнение реквизита. В случае российского резидента и представителя вам необходимо будет указать адрес электронной почты. Обратите внимание, адрес электронной почты нужно указать без ошибок, это нужно перепроверить, потому что именно этот электронный почтный будет в вашем логике. На почте будут сообщены, регистрация прошла успешно либо неуспешно. вам нужно будет выбрать сертификат электронной подписи. Перейдя по ссылочке выбор сертификата. Звук прерывается. Далее. После заполнения всех реквизитов форма заявки на регистрацию необходимо нажать на регистрироваться. зарегистрироваться. Далее вам нужно будет подписать заявку на регистрацию. Для этого необходимо нажать на окно подписать и отправить. После этого вы получите сообщение, что регистрация прошла успешно и вам автоматически на ваш указанный электронный адрес отправится дублирующее письмо о том, что регистрация прошла успешно. И только после того, как вы получите письмо и вот это сообщение о том, что регистрация в системе прошла успешно, вы можете быть уверены в том, что вы зарегистрировались. Итак, в случае иностранного держателя РУ. В случае иностранного держателя РУ мы также для регистрации выбираем компетент системы маркировки, в которой мы будем регистрироваться. В данном случае это лекарственные препараты. Итак, внимание, второй шаг. Как мы помним, с российским участником необходимо проверить рейхи УКЭП, но держателей этого делать не нужно. Мы пропускаем второй шаг и нажимаем следующий шаг. Далее мы указываем адрес электронной почты, номер регистрационного удостоверения организации, фамилия и имя отчества руководителя, контактный телефон. Здесь видите иностранный держатель, как на телефон данные руководители. Далее, после заполнения реквизитов электронной почты, необходимо будет нажать кнопку «Скоррироваться». На электронную почту, которую вы указали на предыдущем шаге, вам будет отправлена форма соответствующего сообщения о том, что интервью прошла. Но для иностранного участника мало в электронную заявку необходимо принести все подтверждающие документы самим в Росздравнадзор. То есть после того, как вы отправили заявку электронную, вы должны отправить оригиналы документов подтверждая право предъявления интересов иностранного держателя в Росздравнадзор. Что может послужить основаниями для отказа в регистрации? Основаниями для отказа в регистрации могут быть разными в зависимости от того, каким являетесь вы резидентом РФ или не являетесь. Для резидентов РФ основанием для отказа в регистрации может быть отсутствие ОКЭП оформленного на руководителя организации, либо если данные не соответствуют данным владельца сертификата не соответствуют руководителям организации, или отсутствуют сведения о юридической регистрации о юридического лица или индивидуального принимателя, либо отсутствуют сведения о лицензии на производство лекарственных препаратов, либо отсутствуют сведения о лицензии в рейдином реестре лицензии на фарм и медицинскую для представителей иностранного держава. Также основанием для отказа может являться отсутствие ОКЭП руководителя организации, либо соответствие данных сертификата руководителя организации, также отсутствие ледений о действующих записях в государственном реестре аппетитованных филиалов. Для иностранного держателя основанием для отказа будет являться отсутствие сведений, точнее отсутствие ОКЭП у руководителя организации, либо несоответствие данных владельца квалифицированного сертификата данным руководителя организации, отсутствие положительного решения от Росстрафнадзора об участии в Эксперименте. Коллеги, спасибо за внимание. Если возникли вопросы, то вы их можете изложить. Так, 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 так. Валерия Игоревна, да, у вас есть сейчас желание ответить? Можете на возникающие вопросы? Я обратил внимание, Волкова задала такой вопрос, если компания является одновременно и резидентом Российской Федерации, имеет свое регистрационное удостоверение, и также представляет интерес иностранным производителям. Как им приходить регистрацию в случае, если они являются одновременно тем и тем? Нужно ли заводить личные кабинеты? Такой вопрос. Сейчас я вам точно не отвечу. Давайте поступим так. и это правильно, это понятно. Не нужно спешить с правильным ответом. Скажем, я хочу сказать следующее, что у нас за прошлый вебинар поступило очень большое количество вопросов, и сегодня поступило большое количество вопросов. Мы здесь приняли решение систематизировать их, сгруппировать, и следующее вебинар начать именно с ответов на детальных продуманных, проработанных ответов на эти вопросы. Следующий вебинар у нас предполагается 3 июля. Большая часть, я так думаю, мы будем отвечать на ваши вопросы, уважаемые участники семинара, которые вы пишете нам в бегущую строку. Дальше семинар будет посвящен изучению порядка описания лекарственного препарата в информационной системе маркировка и перечью порядка внесения информации в информационную систему маркировка. Поэтому направляйте ваши вопросы, они все будут учтены, и вы получите подробные детальные ответы на них в начале следующего семинара. Валерия Игоревна, есть вы? Нет, большое спасибо. Благодарим всех участников семинара, благодарим докладчиков, потому что доклады в общем носили предметы, характер по существу. Вопросы все учитываем, будем на них отвечать. Ждем вас на регистрации, на сайте к следующему вебинару 3 июля. И хочу еще сказать на многочисленные вопросы, поступавшие в строку, что записи вебинаров, а также презентации, которые сегодня участвовали в занятии, будут находиться на сайтах, как и сайта оператора данного вебинара Катранстиль, так и Русдрафнадзора. Всем спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok